Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Больно смотреть на то, как наши бабушки и дедушки порой не в состоянии купить продукты, лекарства, которые постоянно дорожают. Также с трудом оплачивают постоянно дорожающие услуги ЖКХ. Неужели нет выхода для пенсионеров? Вопрос риторический. Пенсионеры остаются наедине со своими проблемами, обреченные копить и бесконечно сокращать свои и без того скромные доходы. Хорошо, когда есть рядом близкие люди, дети, внуки. А как быть тем, кто одинок? Кто позаботится о них? Сегодня мы расскажем вам, уважаемые телезрители, как получить дополнительный доход, как можно пользоваться своим капиталом в виде квартиры, не продавая ее и не сдавая в аренду, а оставаясь с ней в ней проживать. Тема нашего разговора сегодня – рента. Я представляю гостей в студии. Дмитрий Сачук, директор городского центра ренты и поддержки пенсионеров. И Людмила Степанова, инспектор городского центра ренты и поддержки пенсионеров. Здравствуйте! Уважаемые телезрители, обратите, пожалуйста, на телефоны, которые вы видите на экранах. Это городской центр ренты, я их озвучиваю, 972-73-43. Возьмите их, пожалуйста, себе на заметку. Я думаю, что они вам обязательно пригодятся. Вы сделаете вывод из сегодняшней нашей программы. Ну что же, Дмитрий, первый вопрос у меня к вам. Поговорим мы сегодня о ренте, как я уже сказала. И не случайно, сегодня вы, уважаемые эксперты, гости в студии. Я думаю, что вы дадите очень много ценных советов нашим уважаемым телезрителям. Ну а прежде расскажите о компании, которую вы представляете. И здесь я хочу сказать, потому что я знаю, знакома с вами лично не первый год, что в вашей компании работают профессионалы. Да, совершенно верно. В нашей компании действительно работают профессионалы. И можно сказать, с определенной долей гордости, что в нашей компании работают профессионалы, которые трудятся уже в этой сфере более 15 лет. Что наши сотрудники стояли у истоков заключения договоров по жизненной ренте в городе Самара с 2001 года. То есть, когда вот только начиналась рента, можно сказать, что вы стояли у ее оснований и начали заниматься именно этими договорами. Хорошо. Ну вот, Людмила, есть что добавить к этому поводу, к этому вопросу? Ведь, насколько мне известно, вы-то с самого-самого начала стояли. Вот если вспомнить, как все начиналось, ну вот буквально прям пару фраз. Ну, вы знаете, вспомнить, конечно, есть что, потому что за эти многочисленные годы, да, более 15 лет я работаю в этой компании, я занимаюсь этой деятельностью, и она мне очень нравится. Поэтому я этими занимаюсь, потому что я считаю, что, ну, а кто, если не я, да, если не наша компания, кто может помочь тем людям, которые остались в силу жизненных обстоятельств, одиноки и без помощи? Это, кстати, очень большой показатель. Вы определяющую фразу сказали, что вы любите свою работу, и это успех и залог предоставления этой услуги. Людмила, у меня к вам вопрос такой. Однажды я услышала от одной пенсионерки очень многозначительное выражение о ренте, и поняла, что человек, ну, он просто не понимает и не осведомлен о ренте в принципе. Расскажите, что такое рента? Давайте, наверное, на этот вопрос я вам дам ответ все-таки. Во-первых, определение, что такое рента, дано Гражданским кодексом Российской Федерации, это часть 33. Ну, не будем вдаваться в юридические подробности, скажем, языком таким более понятным. Понятным и жизненным. С экономической точки зрения рента представляет собой вид регулярного дохода, не требующего от получателя трудовой деятельности. Другими словами, это постоянный доход за право наследования какого-либо недвижимого имущества. То есть, проще говоря, это одна сторона имеет право оставить в наследство, а другая имеет право приобрести в наследство какое-либо недвижимое имущество. Есть у нас другие формы распоряжения наследством, как, ну, допустим, дарение, завещание, но выгоду в данном случае получает лишь сторона, принимающая наследство. Вот и большая разница между ними. Тема хороша, действительно, договор пожизненной ренты, что он учитывает выгоду обеих сторон, как рентоплательщика и рентополучателя. Получатель ренты, пенсионер, ежемесячно получает значительную сумму денег, что у многих она превышает даже их сумму основной пенсии. А вторая сторона, в конце концов, она получает квартиру в рассрочку в протяжении какого-то времени. — Спасибо. Вот, Людмила, следом у меня к вам вопрос. Дмитрий все-таки объяснил, ну, такой вот более с юридической, что ли, точки зрения, да? Ну, вот если к вам обращается пенсионер, вы инспектор городского центра ренты, приходит и говорит, я хочу оформить договор ренты. Расскажите, как это происходит в реале в вашем центре городском поддержке? — Ну, прежде всего, нам всегда важно, чтобы человек понял, да, что такое рента, да? Ведь без понимания сути договора к договору прийти невозможно, потому что пожилой человек, это в силу своего возраста, в силу своих жизненных каких-то позиций, да, не всегда может поднять юридическую сторону договора. — Конечно. — Поэтому у нас, значит, договор, прежде чем мы пойдем к нотариусу на его удостоверение, да, у нас очень длительный процесс идет общения с этим человеком. — Ну и, наверное, адаптации, да, потому что человеку нужно понять и принять, как вы совершенно верно заметили этот договор. — В первую очередь человек должен увидеть, с кем он имеет дело, да, и наша задача, чтобы человек понял это, мы очень длительное время с ним общаемся, разговариваем, объясняем все преимущества этого договора, вот. И когда мы уже, человек готов к заключению этого договора, то есть мы прошли достаточно длительный период общения, и только после этого мы начинаем говорить о том, что конкретно, что конкретно мы идем к нотариусу, какой документ мы подписываем. Ну, о договоре я расскажу, наверное, чуть позже. — Да, конечно, конечно. Есть что добавить, Дмитрий, вот к вышесказанному? — Довольно-таки подробно. — Да, довольно-таки подробно. А вы знаете, я сейчас предлагаю немножечко прервать нашу беседу, и прежде чем готовились мы к передаче, тема, безусловно, сложная, конечно. — Очень сложная. И разобраться вот в тонкостях бывает непросто порой. У нас есть видеосюжет, который мы специально для вас, уважаемые пенсионеры, приготовили в подсказку вам, и как пример у нас есть герой, женщина-пенсионерка, которая уже взяла ренту. Я предлагаю его посмотреть. Внимание на экран. Что такое рента и для кого она? Только ли для пенсионеров, которые с помощью этой услуги решают проблемы как материального, так и морального плана? В первую очередь, рента — это возможность выгодного инвестирования денежных средств в улучшение жилищных условий для себя или своих детей в будущем. Для Алевтины Афанасьевны вопрос заключения ренты решила сама жизнь. Ситуация классическая. — Мама, у меня такая работа, у меня нет времени с тобой возиться. А я говорю, ну раз нет времени у вас, и я вам не нужна, я приехала и тут же заделала договор на ренту. Мне сейчас намного, как говорится, комфортней и спокойней. Во-первых, за мной никто не следит, как внучечка следила за мной. Куда я пойду, с кем я говорю, что я покупаю, что я делаю, с кем я знакомлюсь. Мне одной намного комфортней и лучше. Сейчас для этих женщин рента — это их семья, готовая в любую минуту прийти на помощь. Им уделяют столько времени, сколько необходимо. И это не только бытовые нужды, но и организация праздников, мероприятий, прогулки на теплоходе, выезда на прогулку, экскурсии. Итак, уважаемые телезрители, говорим мы сегодня о ренте. Особое внимание хотелось бы к нашей передаче привлечь именно вас, уважаемые пенсионеры, представители городского центра ренты и поддержки пенсионеров сегодня у нас в гостях. Телефоны периодически появляются на ваших экранах, я их озвучу 972-73-43. Можно позвонить, ну а если у вас есть комментарии к увиденному сюжету, пожалуйста, я попрошу их дать. Вот в данном сюжете была Алевтина Николаевна, которая пришла к нам в 2007 году. То есть с 2007 года она находится человек под нашей опекой, под нашим наблюдением. Что у нее произошло? Сын переехал жить в Москву, женился, у него своя жизнь, своя семья, и, соответственно, она поехала туда, попробовала с ними пожить, но, к сожалению, ничего не получилось. Поэтому, приехав назад в Самару, она обратилась в наш центр, и мы с удовольствием помогли ей. И вот на протяжении 8 лет она пользуется этой услугой, как договор пожизненной ренты. И, как вы сами видели, довольна. Да, согласна. Дмитрий, вот скажите, пожалуйста, стабильность в любой работе, конечно, это залог успеха. В работе вашей этот успех особенно заметен. Вот гарантии качества применимы к работе городского центра ренты и поддержке пенсионеров? Ну да, наверное, все-таки здесь основным таким фактором является действительно длительность работы организации. Действительно, она показывает на ее стабильность. О том, что вот сотрудники трудятся уже более 15 лет, это говорит действительно об очень многом. Потому что мы организация, которая не заключает договора и разбегается в разные стороны, как некоторые бывают. Более 15, около 15 лет все-таки это такой длительный срок, в течение которого, как говорится, спасибо нашим сотрудникам, спасибо нам всем в том, что у нас не было практически ни одного какого-то отрицательного случая, случая расторжения договоров. Ну и не будем говорить уже о более других, скажем так, серьезных проблемах. За эти годы мы приобрели уже большое количество друзей, скажем так, и как среди пенсионеров, как в предыдущем было сюжете, так и среди рентоплательщиков. Что с нами действительно работают рентоплательщики, люди, которых мы уже проверили годами. Проверили, они, мы знаем, что они спокойны, они, скажем так, вменяемы, они порядочные люди. Да, что нам не страшно их, скажем так, рекомендовать нашим пенсионерам о том, что они будут исполнять свои, скажем так, договорные обязательства, они будут порядочными, они будут платить ежемесячно. Это вот, скажем так, это зарабатывается годами. Хорошо, давайте мы сейчас более конкретно поговорим о договоре ренты. Что получает рентоплательщик, что получает рентополучатель? Расскажите сначала пути. Пенсионер, как вы сказали, уже прошел достаточно долгий путь адаптации, он принял для себя решение, что эту квартиру он в рассрочку, да, отдает, и за ним получает уход и так далее. Так что получает пенсионер? Какие блага сегодня, сейчас, материальной помощи, которая важна сегодня? Что нужно купить? Лекарства, как мы уже сказали, и так далее. Лена, давайте, наверное, я отвечу на этот вопрос, да? Договор по жизненной ренте, он предусмотрен статьями Гражданского кодекса Российской Федерации. И составлен весь из статей Гражданского кодекса Российской Федерации. Это 583-я, 596-я статья. То есть это закон основы, это основа нашего договора. И по договору по жизненной ренте, о котором мы сегодня разговариваем, мы говорим с вами, да, пенсионер, пожилой человек, то есть это любой абсолютно человек, может заключить договор по жизненной ренте в силу закона. Потому что закон это предусматривает. Что он получает, пенсионер? В первую очередь, пенсионер получает единовременную выплату, крупную единовременную выплату в день заключения подписания договора. Затем ежемесячно, в один и тот же день, каждого месяца, пенсионер получает ренту. То есть это ту сумму, о которой оговорена в договоре и которая может индексироваться в процессе договора. Помимо пенсии? Помимо пенсии. Это договор помимо пенсии. Значит, индексация этой суммы проходит достаточно часто. Это зависит не от нас и не от рентоплательщика, а государство наше, оно приводит такие вот данные по увеличению рентного платежа. И этим, конечно, пользуются пенсионеры в свою очередь. Значит, что происходит дальше? Что еще предусматривает договор по жизненной ренте? Ну, в первую очередь, мы можем сказать о том, что договор это дважды проходит государственную регистрацию. Договор заключается, удостоверяется нотариусом, государственным нотариусом Самарской области. То есть мы все подготовили, документацию подготовили, все решили, все согласовали. И с этим пакетом документов, собранным в данном случае мной, мы обращаемся к нотариусу, и нотариус читает, объясняет, проверяет наш договор и удостоверяет этот договор. После того, как договор удостоверен у нотариуса, весь пакет документов отправляется на регистрацию в Управлении Федеральной службы государственного кадастра и картографии. То есть он проходит дополнительную регистрацию. Помимо договора по жизненной ренте, который подписывает пенсионер у нотариуса, подписывается договор безвозмездного пользования. То есть у нас пенсионер дважды защищен. Он первым договором защищен по ренте, то есть это по денежным выплатам. Вторым договором он защищается по жизненным правам пользования этой квартиры. То есть вы хотите сказать, что он продолжает пользоваться своей квартирой, никуда не уезжает. Он продолжает, в обязательном порядке. Сидит, да, проживает его родных стен. Это его обязанность проживать в своей квартире, пользоваться теми услугами, которыми он пользовался, с которыми ему знакомы. Поликлиники, магазины, социальные работники. То есть все это остается в его распоряжении. И после того, когда договор уже подписан, рентоплательщик принимает на себя обязательства, какие? Значит, уплачивать коммунальные платежи. Да. И все техническое обслуживание квартиры и мест общего пользования тоже ложится на плечи. То есть по большому счету время заботы о пенсионере и о квартире ложится на плечи уже рентоплательщика. Да, уже рентоплательщик несет ответственность за техническое содержание этой квартиры. Это переходит к рентоплательщику. А пенсионер у нас живет и наслаждается. Вы знаете, готовясь к этой программе, конечно же, очень важна и определяющая мнение вас, как экспертов. Но вы знаете, мы узнали еще и мнение пенсионеров. Мы спросили, а как им живется с рентой? Давайте послушаем. Замечательно. В ренте недавно, с февраля месяца, всего полгода. Но я так довольна, мне все это нравится. Чувствуется, что никто меня не обманывает. Ну, что еще сказать. Скажите, пожалуйста, а вот в такой поездке первый раз участвуете? Ну да, поскольку я не так давно, я первый раз. Но мы были на чаепитии однажды, нас собирали. Мне тоже все это, такое доверие ко мне пришло. Я поверила во все. У вас появились подруги или знакомые новые? Ну да, есть, есть. Разговариваем, встречаемся. А скажите, пожалуйста, а вот вы можете перечислить, что вообще изменилось в вашей жизни после вступления в ренту? Ну, вы знаете, большая помощь для меня, я не знаю, как понять, но большая помощь. Вот что вы ощущаете? Вот в чем? И как чуть трудно, я звоню, со мной разговаривают. Как бы даже было такое, что психолог со мной разговаривал, как-то мне все это помог. Что изменилось в вашей жизни? Ой, да все. То у меня до пенсии не хватало денег. Сейчас хватает вполне. Я тебе даже позволяю роскошь какую-нибудь, там, вкуснятинку какую-нибудь подкупить. Хорошо. Очень хорошо. Спасибо. Я желаю вам здоровья и почаще таких поездок. Спасибо вам. Итак, это программа «Город С». Уважаемые телезрители, говорим мы сегодня о ренте. И, кстати говоря, дни открытых дверей проходят в компании вашей. Насколько мне известно, в пятницу с 10 до 14 вы открываете двери, пенсионер к вам приходит, вы разъясняете им все тонкости договора ренты. Ну, вот, кстати, по вашему адресу, ну, адреса и телефоны вы видите, уважаемые телезрители, на экранах, также сайт, обратите внимание. Дмитрий, вот мы сейчас, Людмила, спасибо вам большое, очень подробно рассказали о договоре РИНТ. Но, скажите, а кто же осуществляет контроль за его исполнением? Ну, надо сказать, что пенсионерам в силу и возраста уже сложно самим, да, вникать в какие-то юридические тонкости заключения договора, исполнения договора. Это понятно. Естественно, этим всем занимаемся мы. И наше знакомство, скажем так, наше отношение с пенсионерами, с рентополучателем начинается с момента знакомства и действует, скажем так, на протяжении всего действия договора. То есть, как только к нам обратился пенсионер, мы подбираем все документы для заключения договоров в случае, если он желает, да, заключаем договор, подбираем рентоплательщика, заключаем договоры. И, конечно же, он с ним знакомится, правильно, с кем он будет на протяжении. Естественно, это только по желанию пенсионера, ему нравится, не нравится, хочет, не хочет, заключил, не заключил. Капризничает, наверное, или бывает? Ну, всякое бывает. Ну, все люди разные, что тут говорить-то. И, соответственно, мы контролируем исполнение действия договора в протяжении всего его действия. То есть, пенсионеру же, по сути, не надо беспокоиться о том, что он делает только нам один звонок по нашему телефону, который всем известен, да, 972-73-43. Если вдруг к нему не пришли в какой-то момент там вовремя денежные средства на карточку, либо на сберкнижку, либо каким удобным ему способом, естественно, мы выясняем эти все вопросы сами с рентоплательщиком. И все бремя, скажем так, выяснение, скажем так, отношений, в чем произошло, мы берем все сами на себя. Для пенсионера это ничего не стоит. Ну, то есть, там тоже есть документы, которые подтверждают и все платежи, и исполнение всех обязательств. Давайте на эту тему я, может быть, еще скажу, что при заключении договора, когда, да, пенсионер, во-первых, он и получает денежную, крупную денежную средство, он сразу получает ее себе на сберкнижку, либо, как вариант, да, как он пожелает. И все рентные платежи ежемесячно, дабы было их спокойнее, и пенсионеру, и рентоплательщику, они приходят тоже на сберегательную книжку, в общем-то, в основном в своем месте. То есть, они подтверждаются, пришли деньги, не пришли деньги. Оплатил рентоплательщик, не оплатил рентоплательщик. Спасибо. Вы знаете, вот договор ренты, и это не секрет, можно заключить и с соседкой. Совершенно верно. Ну, согласитесь, если нам нужна грамотная юридическая помощь, мы идем к юристу, и договор ренты, это лично мое мнение, нужно заключать с профессионалами. Но, ведь согласитесь, Дмитрий, что и множество объявлений пестрят подобными завлекалочками, а почему вы советуете обращаться именно в городской центр ренты? У меня такой вопрос. И рекомендуют ли вас другим пенсионерам? — Совершенно вы правильно сказали, что в силу закона у нас граждане могут самостоятельно заключить договор, и, по сути, такое происходит. Но в своей практике уже мы очень часто сталкиваемся с тем, что к нам приходят вот именно пенсионеры с просьбой расторгнуть такие договоры. Объясню в чем. Бабушка пенсионер, ходит к ней соседка, ходит к ней знакомая тетушка, вроде бы хорошо все, да, пошли к нотариусу, заключили договор. Об этом договоре знает только этот пенсионер и это знает только эта, скажем так, соседка, которая до этого была милой душой, а потом, ну, что-то изменилось. — Да, и потом, наверное, я прям предрекаюсь, ситуация развивается стремительно, но не в положительную сторону, наверное. — Да, и такое, к сожалению, бывает очень часто. Денег она не получает, приходит с жалобами, со слезами, помогите, пожалуйста, чем-нибудь. — Помогайте? — Конечно, для пенсионеров у нас, мы оказываем услуги по расторжению таких договоров, которые не исполняются, но пенсионерам, как я уже говорил, тяжело разобраться в этом, мы сами разбираемся, наши юристы, исполняется договор, не исполняется. Если он не исполняется, соответственно, мы выходим, как, пытаемся досудебное решить с рентоплательщиком, да. Не получается, если, то выходим, соответственно, в суд и расторгаем такой договор и помогаем, если пенсионер желает, да, заключить новый, скажем так, с теми рентоплательщиками, которые уже с нами работают, сотрудничают уже очень-очень много лет. — Которым вы доверяете, как мы говорили. — Конечно, конечно. — Да, просто время неумолимо летит вперед, а столько вопросов еще хочется обсудить. Людмила, центр, где вы работаете, называется городской центр ренты и поддержки пенсионеров. В чем заключается поддержка? — Ой, Лена, поддержка заключается у нас абсолютно во всем. То есть пенсионер, заключивший договор по жизненной ренте, да даже и не заключивший договор по жизненной ренте, а только думающий об этом, звонит нам по телефону. — Можно позвонить и просто поговорить. — Конечно, можно позвонить, поговорить, и ни один человек не пройдет мимо наших ушей, вот не затронут, да, каждый человек — это своя судьба, это своя жизнь. И мы прекрасно понимаем, что пожилые люди боятся даже, понимаете, они боятся обратиться в какую-то инстанцию, в какой-то просьбе, да, и обращаются к нам для того, чтобы мы могли решить этот вопрос. — Я согласна, что если сломался, например, смеситель у пенсионера, да, заключившего договор по жизненной ренте, то это обязанность рентоплательщика его сделать. А если, например, телевизор, холодильник, там, я не знаю, пенсионер захотел съездить в санаторий, куда он идет, куда он обращается? Он обращается к нам. У нас доходит до того, что мы с носочками едем на рынок, и такое бывает, ну, потому что мы понимаем, что они такие, ну, я не знаю, они такие все милые, что отказать им просто невозможно. — Мы говорили о серьезной материальной помощи, которая обеспечивается при заключении договора ренты. Расскажите о случаях, может быть, жизненные случаи, которые действительно помогали, вот именно эти деньги, крупная сумма помогала сделать операцию, ремонт элементарно. — У тебя есть такие примеры? — Да, конечно, в принципе, понимаете, очень много людей обращается, вот, ну, потому что, ну, тяжелая экономическая ситуация в России, она уже, скажем так, постоянно, и пенсионеры, вот, оставшиеся один на один со своей маленькой пенсией, действительно не знают, как им жить дальше. Очень много людей обращается сделать операцию какую-то. У нас были случаи, когда делали операцию онкологическую, и дай бог здоровья этим пенсионерам, живут они до сих пор долго и счастливо, уже сделали, им помогли эти деньги, просто действительно помогли им спасти жизнь. — Бывали случаи, когда просто нужно было, грубо говоря, сделать забор на даче пенсионера. Ну, что ж поделать, это жизненная ситуация, нужно сделать, нужны деньги. — Сделала, живет слово. — Деньги здесь и сейчас, в данную минуту. — Да, за деньги на законном основании, вот, они свои, и плюс еще ежемесячные, и плюс еще оплата услуг ЖКХ. Ну, по-моему, это... — Вы знаете, насколько мне известно, вот, развейте мои сомнения, если это так, если нет, подтвердите, что у вас еще и культурная жизнь очень активно ведется с пенсионерами, и вы скрашиваете их досуг, их одиночество. Это так? — Безусловно, безусловно. Пенсионеры — это те же люди, да, они... Мы говорим, когда человек вышел на пенсию, я думаю, что, может быть, для некоторых жизнь только началась. И общение их между собой, они у нас очень тесто общаются. Мы часто выезжаем на природу, на святой источник. Это наша тема, куда люди с удовольствием едут. — Да, вот, олицетворяющие как раз насыщенную культурную жизнь, да, вот я смотрю виды Волги на теплоходах. — Да, на теплоходе выезжаем с культурной программой, с обедами, и наши пенсионеры с удовольствием это принимают участие в этих наших прогулках. Ну, потому что... Ну, а куда еще поехать, да? Куда еще поехать? — Тем более, что живем на Волге. — Живем на Волге, поэтому туда едем. — Вот, да, мы видим как раз общение здесь, да? — Очень тесно общаются наши пенсионеры, завязывается дружба, какие-то совместные кружки они посещают, в хоры они ходят. Ну, то есть, очень много новых знакомств они приобретают. И в нашем лице, конечно, безусловно, в первую очередь, когда что-то не клеится, когда что-то не ладится. А когда и бывает, и что, все прекрасно, и все прекрасно, и они тоже звонят и делятся своей радостями. Вот. И вот, пожалуйста, у нас две замечательных подружки, которые очень дружны. Вот так вот мы их развлекаем. Всяко-разно. — Дмитрий, Людмила, подводя итог нашему сегодняшнему разговору. Давайте, да, подведем. У нас осталось три минуты до конца разговора. То есть, подводя итог вышесказанного, мы делаем вывод, что одинокий пожилой человек, живя спокойно, в родных стенах получает неплохой доход от своей квартиры, улучшает свой быт, поправляет здоровье, может нанять сиделку. А человек, который обеспечивает достойную старость человеку, в итоге вознаграждается в рассрочку приобретенной квартиры. Итак, почему все-таки на сегодня стоит не бояться заключать договор ренты, и почему его нужно заключать с городским центром ренты в поддержке пенсионеров? Пожалуйста, прям заключите слово по минуте. Дмитрий. — Ну, давайте резюмируем, действительно, итог нашей встречи, что, во-первых, пенсионер при заключении договора пожилой ренты, он получает крупную сумму денег, это раз, это минимум 150 тысяч рублей, это ежемесячная сумма 8, а то и больше тысяч рублей, это ежемесячная сумма ренты и оплата всех коммунальных услуг. Во-вторых, для пенсионеров мы проводим подбор документов, оформление документов, договоров, юридическое сопровождение для пенсионеров, это все, естественно, бесплатно. — У нотариуса. Что подтверждает законность сделки? — Конечно, конечно. Плюс к этому, уважаемые пенсионеры, если вы хотите обратиться, либо узнать про тему ренты, пожалуйста, у нас много информации на нашем сайте, адрес сайта, я думаю, покажем. — Либо позвоните по нашему телефону 972-73-43, либо по пятницам, по адресу Нового Садовая 36, офис 305, с 10 до 14 часов мы проводим дни открытых дверей, где мы пенсионерам все-все-все рассказываем про договор пожилой ренты. — Людмила, да, пожалуйста. — Если есть минуточка, значит, почему нужно обязательно заключить этот договор человеку-одинокому? Потому что этот договор, это Гражданский кодекс Российской Федерации, это абсолютно законно, это проходит государственную регистрацию, двойную регистрацию, и обращаясь, пользуясь моментом, хочу обратиться к нашим пенсионерам, вы всегда можете прийти к нам и получить возможность пообщаться, побеседовать с нашими давними друзьями, клиентами. Всегда будем вам рады. — Спасибо вам большое, спасибо за интересную беседу, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!